Замысел системы обоняния человека Насыщенность этого запаха прямо пропорциональна степени испарения Так свежеиспеченный кекс пахнет несравнимо сильнее и вкуснее, чем зачерствелый Причина этого в более свободном движении молекул запаха в кексе Только что вынутом из духовки, обусловленном высокой температуры Свободное движение раскаленных молекул позволяет им распространяться на большее расстояние Несмотря на то, что многие молекулы обладают свойственными им запахами Есть и исключение Вода, к примеру, ничем не пахнет Это большое благо для нас Отсутствие запаха у воды устраняет многие ситуации Когда запахи могли бы смешиваться Например, цветок розы без воды И свежая роза с каплями воды на лепестках Пахнут одинаково Различие между запахами Объясняется различием химической структуры их молекул Которые основаны на очень тонких принципах и законах Так, например, изменение в структуре молекулы даже одного атома углерода Может сделать приятный нам запах совершенно невыносимым Также и запахи, свойственные различным продуктам питания и блюдам Есть результат особого порядка атомов и химических связей между ними Составляющих в целом молекулы этих запах Каждая молекула спроектирована в полном и четком соответствии с ее предназначением Несомненно, что этот великолепный проект принадлежит Творцу Всевосущего, Всевышнему Аллаху Но как происходит процесс восприятия нами запахов и их распознавания? Давайте сейчас изучим ответ на этот вопрос При каждом вдохе мы вбираем в себя через ноздри смесь газов Состоящую из триллионов молекул, называемую нами воздухом Эта смесь содержит в себе и невидимые, невооруженным глазом микроскопические молекулы запахов Часть вобранного нами воздуха направляется особыми турбинными костными структурами носовой полости К зоне восприятия запахов Таким образом молекулы запаха достигают зоны расположения обонятельных рецепторов Расположены в верхней части носовой полости Расположенные здесь рецепторы передают информацию о проникших сюда молекулах в мозг А обонятельный центр головного мозга одновременно и оперативно анализирует все сигналы, поступившие от различных обонятельных рецепторов Результат этого анализа образует чувство, называемое нами запахом Одним словом, нос и носовая полость работают как лаборатория химического анализа И этот орган обладает потрясающей чувствительностью и способен совершенно четко распознавать и помнить более десяти тысяч запахов Впечатляет и скорость всех происходящих здесь процессов Время между проникновением, например, молекул запаха кофе через носовые каналы И возникновением у нас заключения об этом аромате равно буквально долям секунды И совершенно ясно, что эта безукоризненная система, вопреки мнению сторонников теории эволюции Не может быть порождением каких-либо случайностей, пусть даже и разбившихся в течение миллионов лет Чувство обоняния, равно как и все множество иных систем человеческого организма Есть результат предельно комплексного, детального замысла И ощущение нами запаха Лишь один из множества шедевров безупречного искусства творения жизни Всевышним Господом На сегодняшний день научные исследования строения системы обоняния еще продолжаются И каждый новый факт все четче выявляет безукоризненность этой комплексной системы А теперь давайте рассмотрим составляющие этой системы в деталях Поверхность обонятельной зоны, расположенной прямо под глазницами в носовой полости, покрыта слизистым секретом Толщина слоя этого секрета равна всего 0,06 мм и сотворена в самом идеальном ее значении Так как большая толщина этого слоя привела бы к уменьшению степени обоняния А меньшая вызвала бы высокую степень повреждения волосков обонятельных рецепторов И ослабления иммунной системы организма Процесс восприятия запахов начинается со слизистого слоя Для контакта частиц запаха какого-либо вещества с обонятельными рецепторами Необходимо, чтобы частицы преодолели этот слой Для этого сотворены специальные связующие белковые структуры Эти структуры, расположенные в обонятельной слизистой оболочке Соединяются с молекулами запаха и служат им своего рода проводниками Этот порядок поражает своей сложностью и неповторимостью И являет явное доказательство сознательного сотворения этой системы для человека Другая составляющая обонятельной системы – это обонятельные рецепторные клетки Их основная функция заключается в передаче информации о молекулах запаха в так называемую обонятельную луковицу Эта обонятельная клетка состоит из трех основных частей В центре расположено тело клетки На одном ее конце размещены обонятельные волоски На другом – нервное окончание, называемое аксоном Обонятельные волоски – это область контакта с молекулами пахнущего вещества Число этих волосков колеблется в пределах от 10 до 30, а длина от 10 до 15 сотых долей мм Эти структуры заключают в себе бесподобные коммуникационные технологии Молекулы запаха, растворяющиеся в слизистой оболочке, соединяются с особыми рецепторами обонятельных волосков Это соединение по своей тонкости аналогично контакту ключа с замком Во время соединения в обонятельной клетке возникает электрический сигнал Обонятельные клетки преобразуют информацию о молекулах запаха в электрические сигналы На этом этапе в аксонах, расположенных на другом конце обонятельной клетки, происходит множество удивительных процессов Для перенесения к обонятельной луковице возникшего в клетке сигнала, аксоны вступают в кооперацию От 10 до 100 аксонов для того, чтобы пройти в обонятельную луковицу, образуют единый пучок и сообща проходят через отверстие решетчатой кости Здесь мы становимся свидетелями еще одного невероятного явления Особый проект решетчатой кости Эта кость наделена пористой структурой, позволяющей пропускать через себя обонятельные нервы В противном случае взаимодействие нервов было бы невозможным Следовательно, даже осуществление всех процессов не привело бы к появлению чувства запаха Другой важной составляющей обонятельной системы является обонятельная луковица Обонятельная луковица размещена в переднем отделе головного мозга, прямо над обонятельным центром мозга и лобной частью черепа Соответственно, двум обонятельным зонам носа в головном мозге расположены две обонятельные луковицы Величина каждой из этих луковиц примерно с фасолину Обонятельная луковица работает как информационный центр Все сигналы, поступающие с обонятельных рецепторов, собираются сначала в этом центре Миллионы единиц информации проходят здесь повторную систематизацию После этого они посылаются для анализа в определенной точке мозга То есть этот крошечный орган – это центр безупречной координации между миллионами обонятельных клеток Очевидно, что эта превосходная система сотворена сообразно уникальному проекту Этот проект – творение Всевышнего Аллаха А люди, которые утверждают обратное, связывая существование этого поразительного проекта со случайным стечением обстоятельств и процессом эволюции, пребывают в глубоком заблуждении И ответ, который человек, уверовавший во Всевышнего, должен давать людям, отрицающим существование Господа, не спослан нам Всевышним в Коране Понятие носа обычно ассоциируется с чувством обоняния Хотя проведенные исследования показывают, что за обоняние отвечает только 5% всей носовой полости Остальные 95% носа выполняют две очень важные функции Первая из них – согревание и увлажнение вдыхаемого воздуха Слизистая оболочка, покрывающая носовую полость, выделяет влагу и увлажняет вбираемый воздух А капилляры, размещенные под слизистой оболочкой, согревают воздух во время его прохождения через нос Таким образом, воздух приобретает особенности, соответствующие чувствительной структуре легких Вторая функция носа заключается в задержании частиц пыли и микробов, содержащихся во вдыхаемом воздухе Эти вредные частицы улавливаются слизистой оболочкой, после чего в действие вступают находящиеся здесь специальные волоски Клейкий секрет слизистой оболочки вместе с находящимися в нем вредными частицами быстро направляется этими волосками в носоглотку Затем он либо выводится наружу во время кашля, либо же, проглатываясь, уничтожается высококислотным желудочным соком уже внутри нас Как видно, слизистая оболочка, клетки и волоски образуют в носовой полости своеобразные очистительные сооружения Совершенно очевидно, что эти системы функционирования носа являются в то же время превосходным примером безупречного инженерного проекта и ясным доказательством творения их беспредельным разумом Творца О мощи и мудрости своих творений Господь миров сообщает нам во многих аятах Корана Лишь он один владеет всем в небесах и на земле, и все послушно его высшей воле Он сотворил небеса и землю, не имея подобия И если он задумает какое-то творение, то молвит ему только «Будь!» и тотчас свершается оно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok